В Казахстане увеличится земельный налог. Показатель возрастет в 40 раз, сообщают в Министерстве национальной экономики. Мера направлена на стимулирование эффективного использования земель. Мой коллега Алишер Ашимов детально изучил эту тему и готов сейчас рассказать подробности. Он уже у нас находится в студии. Алишер, приветствую. Но с чем же в первую очередь это связано и какие в целом в этом плане ждут изменения казахстанцев? Илья, добрый вечер. Отмечу, все эти изменения отражены в проекте нового налогового кодекса. Помимо 40-кратного повышения земельного налога в профильном министерстве озвучили ставки на роскошь и транспорт. Обо всем по порядку в обзоре главная цифра. Казахстан планирует снизить налоги для пенсионеров и владельцев старых автомобилей, сообщают в Министерстве национальной экономики. Для машин старше 10 лет ставки понесятся на 30%, а если больше 20 лет, то в два раза. Будут освобождены от индивидуального подоходного налога пенсионеры, отметил вице-министр Азамат Амрин. Эти предложения отражены в проекте нового налогового кодекса. Согласно документу, планируется также ввести налог на роскошь. Он выражен в повышенных ставках для легковых автомобилей таможенной стоимостью больше 75 миллионов тенге, а также для недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 миллионов. Чем больше стоимость объекта, тем ставка налога на имущество больше. Мы это сохраняем для тех категорий граждан, которые на сегодня владеют несколькими объектами. По автомобилям, которые будут импортированы со вступлением в силу нового налогового кодекса, таможенная стоимость, по которым превышает 75 миллионов тенге, тогда на входе сумму превышения в 10% в виде акциза будет дополнительно уплачивать владелец. Аналогично 10% от таможенной стоимости свыше 100 миллионов тенге у нас пойдет по яхтам, самолетам, пароходам. То есть мы также их причисляем к объектам роскоши. То есть лица, которые позволяют себе покупку такого имущества, также будут через повышенные налогообложения, через акциз, уплачивать дополнительные суммы налога. В Казахстане хотят отменить право на налоговую тайну для получателей налоговых льгот. А количество выплат, сборов, пошлин, прописанных в соответствующем кодексе, сократить на 20%. А все потому, что многие льготники не отчитываются о том, как они используют свои льготы, говорят в профильном министерстве. По словам вице-министра Азамата Амрина, сейчас в новом налоговом кодексе в первую очередь регламентируется понятие, что такое льгота. Потому что в документе этого понятия нет. Кроме того, по некоторым льготам установлены определенные срок и цели. Правда, все это будет в рамках инвест-контрактов обязательства, уточнил чиновник. Мы прописали в проекте нового налогового кодекса, что в случае пользования налоговыми льготами, налоговая тайна не распространяется на этого налогоплательщика. Объясняю почему. Мы, когда начали анализировать все льготы наши, то, естественно, у каждой льготы есть свой хозяин. Скажем так, собственный или госорган, который инициирует эту льготу. Соответственно, нам необходимы мониторинг льгот и анализ льгот. Вообще, зачем нужны эти льготы? Какой эффект они дают от того, что мы их применяем? Сейчас достаточно сложно это делать, потому что не по всем льготам есть информация. Теперь, если налогоплательщик применяет льготу, то госорганы будут анализировать информацию, увеличилась ли зарплата, количество наемных работников и другие показатели, в том числе по увеличению экспортного потенциала страны. В целом, сегодня был таким экономический обзор. Илья? Да, то, что называется, продолжаем наводить порядок в нашей экономике. Сколько мы регулярно затрагиваем темы того, что огромное количество земель, сельхозугодий, пастбищ, вот как бы и есть в руках, но люди ими не пользуются. То, что называется, ни себе, ни людям, да? Вот, мне кажется, вопрос с этим налогом, конечно, этот вопрос должен привести в порядок. Это было лишь Арашимов с его главной цифрой, ну а мы продолжаем. Арашимов с его главной цифрой, ну а мы продолжаем. Арашимов с его главной цифрой, ну а мы продолжаем. Арашимов с его главной цифрой, ну а мы продолжаем. Продолжение следует...